Всех приветствую, дорогие друзья! Зовут меня Татьяна Ставирова, и я являюсь партнером проекта Ботель. Знаете, надоело, надоело читать под моими постами о том, что удаленная работа – это плохо, потому что она расслабляет, тебя никто не контролирует, а ты сам не можешь справиться с этой кучей дел. Поэтому сегодня я уже не один раз говорила о необходимости планирования рабочего дня, и сегодня я хочу с вами поговорить об этом еще раз. Как же при этом плотном-плотном графике работы, ты учишься, ты работаешь, у тебя семья, муж, дети, все требуют внимания, а также хочется продвигаться по карьерной лестнице. Как же правильно расставить приоритеты, как выработать полезные привычки, которые тебе будут помогать достигать твоих целей и использовать свое время продуктивно. Каждый день у нас заполнен огромнейшим количеством событий, планов мы строим всегда, огромное количество, но не всегда мы можем успеть выполнить весь этот объем. Бывают же и фарс-мажорные обстоятельства, которые откладывают наши дела. Мы откладываем наши дела на завтра, дела у нас копятся, и мы должны понимать, что жизнь состоит не только из дел. У нас ведь есть еще и хобби, и увлечения, кто-то любит петь, кто-то любит путешествовать, и это важная часть нашей жизни. И мы начинаем жалеть о том, что сутка всего 24 часа. А иногда, даже запланировав дела и расписав их по минутам, все усилия рабочего дня могут быть просто коту под хвост, потому что ты не успел выполнить, казалось бы, такую малюсенькую задачу, или чуть-чуть опоздал на какую-то важную встречу. Именно из-за этого весь график может рухнуть, все задачи могут встать, но как же не допустить этого? Сейчас я позволю тебе, позволю себе дать тебе 7 советов, которые помогут. Но самое главное, что я хочу сказать, что главное не опускать руки и начинать все сначала. Итак, совет первый. Первое. Очень важен режим дня. Старайся ложиться спать не позже 12 часов ночи. И ты должен отдыхать, сон должен быть полноценный, иначе ты не сможешь полноценно трудиться. А вставать желательно как можно раньше. Лови Петра с утра. Есть такая русская поговорка. Совет второй. Расставь приоритеты. Помнишь поговорку? За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Определяем самые важные дела. И обязательно планируем себе свободное время. На какую-то встречу с друзьями, на хобби, о которых мы уже говорили и так далее. Совет третий. План задач. Чтобы понять приоритеты своих дел и правильно распланировать день, у меня, например, есть такая табличка, где в первой графе срочные важные дела, во второй графе важные, но не срочные дела, в третьей графе срочные, но не важные, четвертой не важные и не срочные. Таким образом, ты все свои дела соберешь в одной таблице и будешь видеть приоритеты. Совет четвертый. Мотивируй себя. Чтобы перестать откладывать дела на потом, я установила на свой телефон приложение, которое по определенному заданному мной алгоритму выкидывает мне на экран мотивирующие аффирмации типа «не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Время не жалеет того, кто не жалеет время. Силен тот, кто управляет своими слабостями. Совет пятый. Ставь задачу заранее. Я обязательно перед сном беру свой планер и читаю задачи на завтра. Таким образом, мое подсознание, мой мозг уже настраивается на выполнение этих задач. Казалось бы, это незаметно, но на самом деле это действительно работает. Совет шестой. Заведи себе помощника. Конечно же, наши помощники. У меня, кстати, есть пост на странице. Я вам выкладывала органайзеры, ежедневники в электронном виде. Их очень много, этих планеров. Они разного плана. Выбирай, какой хочешь. Также, но я, например, предпочитаю бумажные варианты. Я, к тому же, я за эстетику. Я люблю то, что покрасивее. С таким планером очень удобно работать. Есть обычный вот такой. Но очень удобный планер именно вот такого большого формата, где в развороте вся неделя. То есть, мы здесь расписываем свои дни, и мы можем окинуть одним взглядом сразу всю неделю. Это очень удобно. Но ты можешь выбрать планер на свой вкус. Может быть, тебе удобнее будет работать с электронным планером. Выбор огромный. Выбирай. И обязательно прописывай. Либо в электронном виде, либо в бумажном. Запомни, что когда ты пишешь свои планируемые дела, подсознание также подключается к выполнению задач. Совет седьмой. Вырабатывай полезные привычки. Вы знаете, некоторое время мне даже приходилось заставлять себя, например, делать утреннюю зарядку. Я себе включила ее в план, но мне очень не хотелось сделать эту зарядку, и я себя первое время заставляла. Но теперь я уже чувствую себя как-то не так, не так активно, не так бодра, если я с утра не выделю 25 минут на зарядку. Или, например, ежедневное чтение книг. Ну, как мы знаем, если человек не читает, он не развивается и не растет. Книги нам помогают в этом, и надо читать правильную литературу. Ежедневно также выделяй себе 30 минут на чтение книг. Ну и так далее. Какие ты полезные привычки считаешь, обязательно их делай. И они тебе помогут идти к своим целям и выполнять свои задачи. И напоследок я хочу дать такой последний совет. Наверняка у каждого из нас есть такой человек, друг, может быть, друзья, может быть, родственники, может быть, муж или жена. С которыми мы можем спокойно обсудить все свои дела, все свои проблемы. Вот у меня, например, бывает такое, что всё, я устала, я не могу, у меня что-то, допустим, не получается. Но всё, хочется всё бросить. Но поговорив, пообщавшись с таким человеком, получив какой-то от него, возможно, совет, а может человек тебя просто выслушает. Ты заряжаешься энергией, и на следующий день ты опять полон, бодр и готов к выполнению своих задач. Ну что ж, надеюсь, была для тебя полезной. Пиши в комментариях, если у тебя остались вопросы, я постараюсь тебе обязательно помочь. До новых встреч!